добрый день дорогие друзья дамы и господа подписчики и гости канала сегодня пятница 27 мая 22 года я вас приветствую из брюсселя и продолжаем говорить о политике сегодня я хотела бы обратить ваше внимание на статью которая произвела настоящий фурор она была опубликована в итальянском издании carrera della sera именно эту статью хотела бы с вами сейчас обсудить из-за ее сенсационного характера автор который посетил давоский форум утверждают что ему удалось побеседовать с некими участниками форума которые поведали ему о том что борис джонсон премьер-министр великобритании пытается по дипломатическим каналам создать новый альянс новый союз прихватив часть государств которые являются в настоящий момент членами евросоюза то есть фактически он пытается расколоть евросоюз и создать некую альтернативу под эгидой великобритании речь идет от трех балтийских государствах эстонии и латвии и литве но также оба украине больше и турции таким образом геополитическая мысль бориса джонсон совершенно ясна он хочет создать некий картон между странами западной европы и россии что является достаточно дальновидным с его стороны потому что он борется за политическое влияние своей страны своей державы и соответственно конечно вопросы стоят достаточно остро насколько это реально создать такой союз прихватив несколько членов евросоюза конечно а если мы говорим о турции том и не очень много что придется потерять потому что она столько лет стоит на пороге евросоюза как кандидат что касается украины то соответственно она не является членом евросоюза и даже кандидатом и соответственно есть четыре государства это государство балтии и польша которым предстоит по замыслу бориса джонсона уйти из евросоюза и присоединиться к этому союзу с великобританией я хочу еще раз подчеркнуть что те кто говорят борис джонсон они правы потому что он был назван в честь русского иммигранта который помог его родителям купить билет на самолет никогда его маменька ожидала он тогда еще безымянного бориса со дня на день они стали в очереди это было в сша и они хотели купить билет но это было слишком дорого у них не было средств и соответственно мужчина который стоял за ними в очереди тогда билеты не покупали онлайн дистанционно тогда люди стояли в очереди за билетами и соответственно этот мужчина сказал что он купит им билеты за свой счет и они потрясенные его благотворительным жестом стали спрашивать как они могут вернуть эти средства он отказался поскольку они были молодой парой он был человеком солидного возраста он сказал что он просто хочет совершить такой жест и тогда они умолили его по крайней мере сказать назвать свое имя если не фамилию то имя он сказал хорошо меня зовут борис и поэтому бориса джонсон назвали борис в честь этого благородного русского эмигранта который помог его родителям купить билет на свалет потому что иначе их ожидал бы бесконечный путь в автобусе что было совершенно несовместимо с состоянием его маменьки еще раз за те кто говорят борис джонсон права я не права но я называю его так как он называет британская пресса и так джонсон не вынашивает коварные планы великобритания не только вышла из евросоюза но она желает также прихватить с собой несколько стран членов а я думаю что на самом деле если будет создаваться такой союз то конечно все не ограничится страны балтии польши но также в этот союз войдет и голландия то есть нидерланды поскольку у них самые тесные отношения с великобританией в евросоюзе из-за инвестиций и конечно я сомневаюсь том что это возможно для украины которая находится в состоянии войны но не только то этого украина побила рекорды в отношении коррупции как вы помните потому что не все помнят эксперты сша эрнст юн присудили украине первое место в рейтинге самых коррумпированных стран мира 88 процентов чиновничества затронутой коррупции но не только конечно существуют еще колоссальные проблемы долгов потому что сейчас 80 процентов ввп идет на обслуживание разных долгов международным кредитором поэтому шансы того что украина может вступить в какой бы то ни было союз с кем бы то ни было особенно экономические весьма сомнительно что касается турции тем более потому что у турции очень сложные отношения с западом но что касается именно стран балтии польши и возможно даже нидерландов что не было указано в этой статье то есть нидерланды это мое предположение чтобы вам было понятно потому что кстати указывается три балтийские страны польша украина и турция и соответственно я считаю что три балтийские страны плюс польша это совершенно реально потому что балтийские страны являются забытыми партнерами евросоюза как видите настоящий момент потребовались средства на вооружение украины и сразу нашлись пять миллиардов буквально в течение выходных в то время как до сих пор не выстроена скоростная железная дорога которая соединяла бы таллинн и варшаву то есть до сих пор инфраструктура этих стран намного более эффективно организованы скажем были в советскую эпоху то есть это свидетельствует о том малом интересе который существует в евросоюзе брюссель и в отношении этих стран и соответственно действительно те обещания которые были сделаны в свое время они не были исполнены до сих пор эти три страны называют это полуофициальное название питер бедные страны евросоюза и соответственно они были витрины сср из витрины сср они превратились в периферию евросоюза это не их вина они откликнулись на те предложения которые были сделаны и соответственно эти обещания никогда не были претворены в жизнь это так было это и есть и не стоит забывать скажем что касается сельского хозяйства то в свое время у них был колоссальный рынок это ленинград ленинградская область они были вынуждены отказаться по идеологическим соображениям от этой торговли но соответственно что касается торговли сельскохозяйственными продуктами въезд то это практически нереально поскольку львиную долю субсидий из бюджета евросоюза получает франция так исторически сложилось то есть у французов очень серьезный аргумент это действительно в течение 30 лет они выстраивали свое сельское хозяйство в соответствии с ценными указаниями из брюсселя и у брюсселя есть ответственность в отношении сельскохозяйственного сектора франции но это не делает положение балтийских стран легче то есть получается ситуация когда им очень сложно конкурировать с францией скажем из другими странами евросоюза в области сельского хозяйства потому что субсидии распределяются негармонично и я бы даже сказала несправедливо поэтому с этой точки зрения конечно им бы было интересно иметь такого партнера как в великобритании потому что лондон скажем это колоссальный рынок сбыта сельскохозяйственных продуктов и этот рынок мог бы также быть весьма то есть это это ось могла бы также этот обмен могут также очень интересны в великобритании потому что для них это быть частично заменила ту трату которую они испытывают в сельскохозяйственных продуктах из евросоюза поэтому действительно такой такой альянс между тремя балтийскими странами и великобритании был бы очень интересен для тех и других не только скажем что касается туризма то как вы знаете они были вынуждены по идеологическим соображениям отказаться от российских туристов а других у них просто не оказалось потому что по понятным причинам британцы летают ну вообще европейцы летают страны где гарантировано солнце и а соответственно то что им предлагается сейчас это круизные лайнеры это круизные лайнеры против которых фактически восстает венеция там настоящие народные восстания потому что эти туристы приезжают только для того чтобы делать фотографии они достаточно дорого платят за этот вояж за полный пансион поэтому они не обедают не ужинают в ресторанах они не покупают дорогих сувениров как правило они просто высаживаются на берег сделают фотографии и уезжают поэтому что касается туризма в этих странах то естественно это было достаточно ощутимо ударом для экономики но не только конечно и многое другое можно говорить и о сервисах в настоящий момент действительно эти три страны являются забытыми партнерами евросоюза поэтому такой интерес в великобритании мог бы действительно быть базой для создания нового альянса что касается польши то здесь все несколько сложнее потому что польша действительно получала и получает колоссальную поддержку из бюджета евросоюза они являются рецепиентом получателем европейских субсидий номер один и соответственно настоящий момент польшу замучили различные различной моралью трансгендерами различными меньшинствами вы знаете я не могу на этом на этом ресурсе не могу слишком много распространяться на эту тему но вы понимаете о чем идет речь также там проблемы с правосудием с кривосудием и так далее то есть это морализаторство конечно замучило поляков и соответственно у них есть очень серьезная база для англосаксонского альянса потому что первыми пришли к ним американцы и британцы после крушения системы социализма то есть скажем король всех свиней мира индустриальных свиней мира смис филдс фудс был первым кто стал строить животноводство в польше то есть это колоссальный капитал и он является до сих пор на мой взгляд как я читала в прессе королем всех польских свиней потому что польша перешла к индустриальному животноводству в результате коллапса системы социализма и соответственно этот американский капитал англосаксонский капитал плюс морализаторство реализации не знаю как назвать напишите мне как это назвать и вот это занудное чтение морали из брюсселя варшаве вот это конечно очень действует на нервы полякам потому что на самом деле польша в плане коррупции например они у них практически нет коррупции то есть они могут этим гордиться потому что их показатели намного лучше чем в странах старых странах евросоюза скажем чем в италии а то есть в польше подавляющее большинство людей чиновников живут очень честно то есть если мы берем проблему скажем с бюджетом евросоюза то это может быть только мисс менеджмент то есть это не совсем мудрое использование бюджета скажем они строят аэропорты в то время как у них нет достаточно трафика или так сказать спортивные комплексы то есть неры хотят быть на уровне современных стандартов и они всегда просчитывают последствия то есть они делают вложения которые потом не оправданы но это ни в коей мере не соответствует тому уровню коррупции в котором погрязли некоторые страны евросоюза ну то есть польша может гордиться тем что они живут очень честно и у них пока что нет такого опыта скажем администрирования но тем не менее это чтение морали совершенно не уместно это понимают все здравомыслящие люди поэтому конечно поляки тоже могут войти в такой союз с великобританией тем более чтоб этом новом союзе великобритания может установить свои правила и там больше не будет скажем свободного движения рабочей силы там будет торговля движение капитала движение сервисов то есть это будет намного более интересный для великобритании союз я считаю что да действительно это возможно и я думаю что в этом плане борис готов вас сделать не только жест потому что без словно это политический жест в адрес евросоюза который достаточно несговорчив в том что касается рыболовства но я думаю что он готов также совершить исторический поступок потому что он был воспитан брюссель он здесь учился о нем сохранилась память его отец был чиновником евросоюза также как и отец урсулы фан де лайн которая здесь родилась но мое время подходит концу вернее время этого видео как мне любезно указали я надеюсь что вам это было небезинтересно и вам следующий выпуск будет про украину потому что это было только начало сегодня день невероятно богатый на события и так я надеюсь что вам это было интересно пожалуйста пишите комментарии если да не забывайте ставить лайки не забывайте благодарить блогера описать мне слова благодарности мне они очень важны я также благодарю всех тех кто принимает участие в полемике и мои особые слова благодарности всем тем кто жертвует на развитие моего канала спасибо вам большое за донаты ваши имена будут в первом закрепленном комментарии